Вот, итак, когда мы держим чашу, мы понимаем, что при ударе в чашу, и ударять нужно снизу вверх, вот так, мы можем слышать вот так средние частоты, подняв куху мы будем слышать низкие, больше, средние, меньше, приподняв вверх, мы будем слышать только гудение, верхние звуки где-то там останутся. Первое, что вам нужно разобраться, это с вот этой физикой. Когда вы будете для себя играть или человеку играть, вы будете понимать, что я сейчас ударяю так, и он будет слышать именно это. Низкие звуки или высокие? Соответственно, воздействие будет разное. Средние звуки одно воздействие, низкие другое, высокие третье. Давайте пробовать. Ставьте чашу на центр ладони, и попробуйте найти баланс вашего тела, это подготовка к практике, чтобы вы никуда не заваливались, вот так ни в коем случае не сидели, потому что это сколиоз стопроцентный. Вот, постараться выклимиться, и чтобы спина была подвижная. Ну, чтобы вы не замирали с этой чашей, не застывали снизу там. То есть вы должны двигаться. Почему? Звук идет, в теле все меняется, все подстраивается. Когда вы двигаетесь, тело легче подстроится. Когда вы неподвижны, оно застывает, там труднее, и кровь протолкнуется, и сердцу труднее работать, вообще все труднее. Вот, поэтому чуть-чуть двигаться надо. Поставили пальцы, не касаются чаши совсем. Совсем. То есть нужно их отпопырить настолько, чтобы чаша стояла вот на этих подушках. Это очень важный момент. Потому что пальцы – это выход энергии, и если мы будем соприкасаться с чашей, то мы будем блокировать звук чаши и очень сильно забивать каналы этой вибрации. Низкого звука тогда не будет. Вот, если вы хотите низкий звук извести с чаши, вот, растопыри пальцы. Дальше. Функция этого звука. Когда вы мягко, аккуратно ударите палочкой, вот, держите вверх, руку в ладонь вверх, отверните, положите пальцы, чтобы она вот так на пальцевого смогла, палочка, отскакивать. И нам нужен этот отскок. Попробуйте его отскакивать. Палочка от чаши должна отскакивать. Тогда будет звук красивый. Поймайте, вот, отскок, вот, бросили палочку, она отскочила. Это дальше на всех инструментах гонки-билы, это вот основная техника научиться ловить палочку. Обратная связь в мозге. Нейронные сети в обратном работают. Вы бросили, и вам надо поймать. То есть не ударить нужно, а поймать. Она падает сама, вы бросаете. И ловите. То же самое происходит с чашей. Вы как бы зачерпываете звук, тихонечко, и попадите в центру чаши.